Компания Microsoft представила среду, которая называется Mesh. Это платформа для общения и работы в смешанной реальности. Zoom отчитался за 4-й квартал 2020 года. Они подходят к миллиарду выручки. Мошенники прорвались в Telegram, научились вытаскивать из Telegram информацию. AliExpress решил стать ближе. Я так понимаю, что для них русскоговорящий рынок – это огромный рынок. В Австралии запустят таинственные рейсы по стране, и узнать, какой пункт назначения можно будет только при посадке. Привет! Меня зовут Александр Высоцкий. Я являюсь основателем международной консалтинговой компании «Высоцкий консалтинг». В общем, консультируем предпринимателей по всему миру, как строить систему, как развивать бизнес. Ну, также являюсь предпринимателем с 30-летним стажем. И сегодня четверг, сегодня день обзора новостей. Ну, и я делюсь в этих обзорах теми новостями, которые привлекли мое внимание предпринимателя, владельца бизнеса, консультанта, и стараюсь вам об этом рассказать. Если вас, кстати, интересуют какие-то еще новости, пишите мне в комментах. С удовольствием эти новости прокомментируйте. Итак, сегодня начнем с Аэрофлота. Довольно необычная такая новость. Компания Аэрофлот вместе с компанией Сымплы начали продавать билеты на рейс из Москвы в Москву с дегустацией вина и кинопоказом. Первый рейс пройдет 8 марта. Наверное, это подарок женщинам. Рейс будет происходить на Аэрбасе А-350. Самолет вылетит из Шереметьево. Он пролетит до Краснодара, развернется и вернется обратно в Шереметьево. Но во время этого рейса пассажирам предложат премьерный показ фильма «Wine Reflections. Отражение вина». А также романтический ужин с дегустацией напитков из стран, который упоминается в фильме «Франция, Грузия, Англия, Италия». Цены на билеты начинаются от 15 тысяч рублей в экономе, 25 в комфорте, 40 в бизнесе. Но на конец уже февраля, на самом деле, билетов уже все равно нет. Почему я рассказываю про эту новость? Потому что сложности, экономические кризисы порождают просто невероятный уровень креатива. Невероятный уровень креатива у всех компаний, потому что, ну, вы знаете, что с авиоперевозками сейчас просто дрова. Я, честно говоря, не знаю. Было бы мне интересно с моей любимой на таком рейсе, так сказать, провести какой-то романтический вечер. Сложно сказать, но на вкус и цвет товарищей нет. То есть, вполне возможно, есть ребята, для которых эта идея покажется интересной, свежей, веселой. Но и обратите внимание, билеты уже раскупили. Так что, можно сказать, это зашло. Я не думаю, что это превратится в какой-то большой бизнес. Но, тем не менее, как прецедент довольно интересно. Аэрофлот экспериментирует. Почему бы вам не экспериментировать? И особенно, если у вас есть какой-то простой производственных мощностей, возможно, вы могли бы там что-то устроить. Я себе представляю. Производственная компания, которая производит что-то, цеха и так далее, и так далее, и устроит там какие-нибудь вечеринки. А что? Было бы довольно атмосферно. Но это такая забавка. Следующая новость о британском финтех-стартапе. Финтех – это, значит, финансовое, связано с финансами, с современными технологиями. Стартап называется TreeCard, то есть, карта дерева, которая предлагает клиентам деревянную дебетовую карту. Значит, этот стартап привлек больше 5 миллионов долларов. Но речь идет о том, что это, конечно, не просто деревянная карта. Речь идет о том, что человек, который получает такую дебетовую карту, и он привязывает ее к своему счету в банке, и когда он совершает покупки по этой карте, то какие-то округления копеечки-копеечки идут в соответствующий фонд, а этот фонд финансирует, собственно, озеленение, посадку деревьев и так далее. То есть, с одной стороны, ты тратишь денежки, с другой стороны, незаметно для себя какими-то небольшими суммами финансируешь хороший проект, ну а карта деревянная символична и здорово. Обратите внимание, это очень нишевой продукт, на него тоже есть спрос. Например, в Соединенных Штатах я пользуюсь услугами инвестиционной компании «Корн». «Эйкорн» – это компания, которая ты можешь перечислять время от времени какие-то разумные суммы, и они размещают их в фондах, там эти денежки растут и так далее. У них, кстати, тоже есть подобная услуга, когда ты открываешь карточку «Эйкорни» и, соответственно, округление, копеечки там с твоих покупок, они попадают тебе на твои счета, где ты, собственно говоря, инвестируешь денежки. Довольно интересная такая модель. Так, следующая новость. В Австралии запустят таинственные рейсы по стране, и узнать, какой пункт назначения можно будет только при посадке. То есть, таким образом, они хотят стимулировать авиаперевозки, и, ну, естественно, это работает внутри страны, потому что было бы, наверное, неожиданно вдруг оказаться в какой-то другой стороне перед офицером, там, Border Protection офицером и так далее. Это было бы забавно, ну, плюс COVID накладывает свои ограничения. 4 марта они начинают продавать билеты, уже начали. Вылеты из Сиднея, Мильбурна. Билеты стоят, кстати, недешево. Эконом-класс – это 577 долларов, бизнес-класс – 1200. Полет будет проходить на небольшой высоте, чтобы можно было рассмотреть какие-то по дороге достопримечательности. То есть, это такой полет-экскурсия. А вылетать будут утром, а возвращаться вечером. Но при этом они какие-то туристические места будут посещать. А что, такая, знаете, интересная экскурсия одного дня. Слетать куда-то, утром вылететь, посмотреть какие-то по дороге еще живописные виды, потом посетить какой-то город, где ты не был, вернуться обратно. Довольно интересно выглядеть. Вполне могло бы иметь какое-то право на жизнь. Еще один пример того, как в COVID-19 компании становятся, даже большие компании-монстры, становятся гибкими, стараются выработать, найти новые продукты. Рекомендую обратить на это внимание тем, кто работает в туристической индустрии. Следующая новость от Сбера. Вы знаете, что у Сбера уже существуют виртуальные ассистенты семейства Салют. И эта новость рассказывает о том, что они, собственно говоря, создали трех виртуальных ассистентов. Они их зовут Афина, Джо и Сбер. И эти ассистенты, они обладают совершенно разными характерами. В этой статье рассказано о том, как они их программируют, чем отличаются характеры, собственно говоря, этих ассистентов. И какой опыт получают пользователи взаимодействия с этими ассистентами. Джо – это более веселая, такая дерзкая девчонка. Афина – это более консервативный, такой бизнес-ориентированный персонаж. Ну и так далее. Почему я об этом рассказываю? Потому что виртуальные ассистенты, голосовые ассистенты, они входят в нашу жизнь очень быстро. Я думаю, пройдет год-два, и это станет абсолютно нормой. Появятся сервисы, которые позволяют даже малым компаниям использовать просто как внешний сервис таких ассистентов в своих услугах, в своих товарах, в своих продуктах, в обслуживании клиентов и так далее. На это стоит обращать внимание. Кстати, все новости, о которых я говорю, в описании к этому видео на них есть прямые ссылки. Так что вы всегда можете почитать и узнать больше. Меня эта новость заинтересовала. Следующая новость интересная, статистическая. Это статистические данные в Соединенных Штатах. Речь идет о том, что сервисы стриминга, музыкального стриминга, такие как Spotify, Apple Music, например, и Amazon Music, это там, где вы не закачиваете музыку себе на девайсы, на устройства, на какие-то, а там, где вы прямо в онлайне слушаете стриминговую музыку. Произошел большой перелом, и общий доход таких сервисов превысил 10 миллиардов долларов в 2000 году. Здесь есть очень интересные диаграммы в этой статье. Она, к сожалению, на английском. Но, тем не менее, я думаю, основные идеи здесь все равно будут понятны. В 2020 году, кстати, в ковидном году выросли продажи и записи, и музыки в целом, в цифровой в том числе. И здесь вот есть классная диаграмма о том, что музыкальная индустрия Соединенных Штатов, как она сегодня выглядит. Если честно, эта диаграмма очень впечатляет. В этой диаграмме указано, обратите внимание, 6% всей проданной музыки – это загрузки. Это когда вы купили, помните, как это было в добрые старые времена, вы покупаете на iTunes альбом. Любимого исполнителя он ваш навсегда. Он у вас в цифровом виде. Закачиваете и слушаете на любых своих устройствах. 6% рынка всего. 83% рынка – это стриминговые сервисы, там, где вы платите за подписку. Как на Apple Music. Я лично пользуюсь, предпочитаю Spotify. А не Apple Music, потому что Spotify… Я люблю подборки жанровые, то есть, ты выбираешь жанр, там и так далее. Spotify изучает твои вкусы, а он делает для тебя подборки. Вот эти подборки у Apple, они какие-то деревянные. Вот сколько я не пытался ими пользоваться, они вообще неинтересные. А у Spotify эти подборки интересны. 83% в сумме занимает все эти сервисы. Дальше. Продажи физических носителей. То есть, это CD и винила, которым я сейчас тоже расскажу, занимает 9% всего. Против 83-х стриминговых. И что еще здесь интересно. Здесь указан также рост по годам. Рост по годам подписчиков таких музыкальных сервисов. И если в 2016 году общий доход всех вот этих музыкальных сервисов подписки, имеется в виду стриминговые, составлял 22,7 миллиона долларов, то в 2020 году он составил 75,5 миллионов долларов. Что, ну и, знаете, вот эта диаграмма, которая показывает рост по годам, она просто показывает неотступность наступления цифровой музыки, которая поставляется по подпискам. И еще один очень примечательный факт в отношении продаж уже физических носителей. CD, винила и так далее. 20-й год стал первым годом, когда винил победил CD. То есть, начиная с 1986 года, когда появились CD, они начали набирать обороты CD, побеждали винил. Но последние годы шла тенденция в том, что винил отбирает все большую и большую долю. И вот 20-й год стал первым годом, когда винил победил CD. То есть, в 20-м году в Америке продали винила на суммы больше, чем были продажи CD. Ну, наверное, это имеет смысл, потому что... Ну, а зачем сейчас покупать CD? Я не покупаю CD уже много-много-много-много лет. Вот в этом нет никакого смысла. Если хочешь слушать цифровую музыку, лучше слушать ее, загружая или подписываясь, или там по модели, когда ты покупаешь альбом, или тогда ты покупаешь подписку. В общем-то и все. Поэтому, конечно, винил побеждает, и это абсолютно правильно. Я думаю, что на российском рынке и на русскоязычных рынках тенденция примерно такая же. Следующая статья довольно интересная, она обширная, на которую я обратил внимание. Это статья про здоровье, про сон, про роль сна. Это статья, которая фактически является транскрипцией, транскрибирует встречу с очень известными предпринимателями, специалистами по сну, специалистами по биохакингу. И в этой статье, собственно, обсуждается роль сна. Ну, для себя, я знаете, прочитав эту статью, я вынес такую идею, что сон нельзя ничем заменить, и нужно спать достаточно много. Я знаю, я сплю недостаточно много, мне не получается спать 8 часов в день. Кстати, для того, чтобы хоть как-то держать это под контролем, существует много всевозможных гаджетов и так далее. Вот, кстати, у меня на руке один из таких гаджетов, это европейский такой продукт, называется Ора. Это кольцо, которое содержит датчики температуры, чего-то там еще, чего-то еще, движение. И вот это кольцо, соединяясь по Bluetooth с телефоном, делает такой трекинг моего сна. Что на самом деле здорово, потому что каждый день я открываю приложение, и я получаю данные о том, сколько часов я вообще проспал, сколько провел в постели, сколько проспал, каково качество это сна, там, знаете, есть разные фазы сна, когда больше отдыхаешь, меньше отдыхаешь. И это приложение еще дает рекомендации. Кстати, если вас интересует, и вы знаете, очень многие специалисты по здоровью, они связывают и здоровье, и гормональный баланс, и там лишний вес, утомляемость, и работоспособность именно с качеством сна. Так что я не являюсь агентом Оры, но мне нравится это устройство, потому что один раз зарядил, и там примерно неделю оно работает, без подзарядки, если бы его надо было заряжать каждый день, я бы точно об этом забыл. И позволяет, по крайней мере, как-то соотносить то, что с тобой происходит в жизни, твои привычки в жизни, с тем, как это влияет на утомляемость, на энергию и так далее. В общем, если вы этим интересуетесь, почитайте эту статью, довольно интересное мнение от таких реальных ребят, практиков и так далее. Ссылочка в описании. Следующая новость, которая привлекла мое внимание, это то, что Аэрофлот объявил, что на коротких рейсах скоро появится интернет, платный интернет. Ну и здорово. Вообще вот эта тенденция, что все дополнительные, вы знаете, там, авиакомпании урезают базовые пакеты услуг, а все, что ты хочешь, там, выбрать, например, место, там, плюс плати, дополнительный, там, багаж плюс плати, еда плюс плати, интернет плюс плати. Я к этому отношусь весьма позитивно, положительно, потому что есть люди, которые хотят максимально сэкономить, есть люди, которым нужно больше сервисов, и они готовы платить. Это хорошая модель, потому что, когда все включено, то, как вы понимаете, все равно это как температура, знаете, средняя температура по госпиталю. То есть, те, кто кто-то переплачивает, кто-то недоплачивает. В общем-то, мне нравится такая модель, когда ты выбираешь. Ну, Аэрофлот объявил, что на аэробусах 320-х скоро уже они запустят интернет. Здорово. На самом деле, садишься в самолет иногда, и даже есть короткий рейс. В России короткие рейсы – это весьма относительное понятие. То есть, длинный рейс – это из Москвы в Хабаровск, а короткий рейс – это, там, не знаю, из Москвы в Казань. Но все равно это занимает, там, полтора-два часа. За полтора-два часа можно ответить на электронную почту, там, что-то полезное сделать. Я уже не говорю о том, что просто получить удовольствие от просмотра фильма или почитать что-нибудь интересное. Но и о такой же инициативе уже поговорят о ЮТЕР и Уральской авиалинии. Это здорово. Я считаю, что интернет должен быть везде. Мы без него жить уже не можем. Следующая новость такая, немножко пугающая. Новость о том, статья о том, что мошенники прорвались Телеграм, то есть, научились вытаскивать из Телеграма информацию. Сразу хочу вам сказать, что, конечно, никаких угроз для тех, кто серьезно относится к компьютерной безопасности не существует. Потому что, в основном, как это происходит? Где-то происходит утечка на каком-то большом сервисе, на каких-то форумах и так далее. Не в таких серьезных системах, как Телеграм. Происходит утечка информации о логинах и паролях их пользователей, телефонах и так далее. Потом, соответственно, вот эти злые хакеры, они пишут софт, который сверяет это с телефонами пользователей Телеграма. И методом подбора получает доступ к аккаунтам. В общем, прочитав эту статью, я посмотрел, ну да, понятно, они там могут забирать данные. А если они получили доступ к вашему Телеграм-аккаунту, конечно же, в самом, в самих истории чатов могут содержаться какая-то конфиденциальная информация, пароли и так далее. То, чем люди не хотели бы делиться со всем миром. И когда хакеры к этому получают доступ, они начинают уже человека шантажировать. То есть, схема, в общем-то, в этом заключается. Но я еще раз, я об этом много раз говорил, еще раз хочу вам сказать. Ребята, самая тупая схема, каким образом люди теряют доступ к своим аккаунтам, она очень простая. Когда человек использует более, использует один и тот же пароль на разных сервисах. Я вас прошу, не используйте один и тот же пароль на разных сервисах. Есть специальные программы, которые вы можете поставить на компьютер, которые будут хранить ваши пароли в защищенном виде. Я лично, кстати, пользуюсь программой, она называется 1Password, цифра 1 и Password. Я ее пользуюсь просто потому, что она позволяет закачать ее на компьютер, телефон, лаптоп, iPad. Это все очень защищенное. Она генерирует сложные пароли. Она там же сохраняет. Она очень удобна, когда заходишь на веб-сайт из этих устройств. Позволяет подставлять эти пароли и так далее. Я просто хотел сказать, что обратите на это внимание. Относитесь к паролям очень цивилизованно. Цивилизованный подход такой. Пароли должны быть длинные и сложные. Я, кстати, никогда не пытаюсь использовать пароли, которые вообще можно запомнить. Я всегда их храню в этой программе, что я вам советую. И никогда, никогда, никогда не используйте один и тот же пароль на разных сервисах. Кстати, когда у вас такая специальная программа стоит для работы с паролями, то она... Она еще и отслеживает, если вы делаете ошибку и используете один пароль на нескольких сервисах, она вам об этом сообщает и помогает вам с этим справиться. А также она отслеживает все угрозы безопасности. Если где-то какой-то большой сервис, пароль, которому хранится у вас в этой программе, где-то ломанули, то она вам об этом сообщит и предложит поменять пароль или ввести дополнительный какой-то слой безопасности, например, коды и так далее. В общем, вы знаете, наше цифровое досье становится настолько обширным и настолько сложным. Ну, вы сами прекрасно понимаете, что у цивилизованного человека есть доступ к десяткам, иногда сотням разных сервисов. К этому нужно уже относиться как к какой-то вот серьезной ценности. В общем, почитайте об этом, если вам интересно. А мы пойдем дальше. Может быть, вы это заметили, может быть, вы не заметили. Я лично не заметил. Для меня это было новостью. Но оказывается, кроме того, что в октябре до 2020 года Инстаграм продлил длительность лайфов до 4 часов, а если вы помните, раньше они лайфы ограничивались часом, то теперь это с октября до 4 часов. Но кроме того, Инстаграм дал возможность приглашать в одну комнату лайфа до 4 человек. Я, например, об этом не знал. Как только я об этой новости прочитал, сразу подумал, да, надо какие-то тусовочки начинать устраивать, потому что раньше можно было только вдвоем разговаривать, сейчас можно до 4 часов одновременно в одной комнате в лайфе. Спасибо, Инстаграм. Это новость от Форбса. Рейтинги Форбса – это та штука, которая меня никогда особо не интересует. И есть причина, почему она меня не интересует. Я, кстати, встречался где-то в прошлом году. У нас была встреча с Джессикой Уофф, которая американским Форбсом руководит. И она подробно рассказывала, как они отбирают людей, что они с ними делают, как они с ними общаются и так далее. Что это все дает. И даже после этой встречи, пообщавшись с ней, я еще больше убедился во мнении, что мне это особенно неинтересно. Но почему я обратил внимание на эту новость? Потому что впервые Форбс создал рейтинг селф-мейд женщин России. То есть они не просто опубликовали рейтинг каких-то богатых людей, а они наконец сделали акцент на селф-мейд. То есть на тех предпринимателей, которые действительно создали себя сами, которые являются независимыми. То есть это не женщина какого-то могучего парня, который там ее профинансировал по разным причинам, потому что хотел, чтобы к нему там следы не вели, да, или потому что просто хотел ей помочь и так далее. А это рейтинг именно селф-мейд. И возглавила этот рейтинг в России основательница Уилберрис Татьяна Бокальчук. Кстати, вот ее состояние по этому рейтингу оценивается в 10 миллиардов долларов. На втором месте инвестор Ольга Белявцева. Ее состояние чуть больше полмиллиарда долларов. И на третьем месте заместитель председателя правления ПАО «НоваТек» Татьяна Кузнецова с состоянием тоже около половины полмиллиарда долларов. У нее 2,75 акции этой компании. Ну и так далее. Там есть... Я, кстати, я очень приветствую вот эти рейтинги селф-мейд. Я бы очень с большим удовольствием, например, посмотрел на рейтинг предпринимателей в первом поколении. Но не те, кто там отпилил кусок государственной собственности в свое время и из этого сделал бизнес. А те, кто действительно создал свой бизнес с нуля. Абсолютно рыночный бизнес. Вот мне бы хотелось видеть больше таких рейтингов. Так что спасибо, Форб, что вот эту тенденцию вы начали. Молодцы. Новость такая тоже из мира кибербезопасности. Знаете, на смартфонах Android многие пользуются бесплатными VPN. VPN – это программа, которая позволяет вам создать неконтролируемое безопасное соединение. То есть, например, вы хотите получить доступ к LinkedIn, который заблокирован в России. Ну вот, вы используете обычно VPN, потому что VPN фактически он как бы создает защищенный, зашифрованный канал, и в результате вы как бы пользуетесь, входите на LinkedIn не из России, например, или Украины, а вы входите из Америки. Я сейчас не комментирую, насколько это как бы с точки зрения юридической, правильно, но существует такой ряд приложений. Я сам такими приложениями пользуюсь, особенно когда я нахожусь в Китае, в Тайване. Некоторые сервисы в некоторых странах, они закрыты, они мне нужны для работы, я пользуюсь VPN. Так вот, сейчас на теневых формах продается база из 21 миллиона пользователей бесплатных VPN. Что это за база? Это база людей, которые пользовались бесплатными VPN, в основном на устройствах Android. Ну и, соответственно, их логины, пароли, телефоны утекли в сеть, и что создает угрозу. Поэтому могу сказать, ну, во-первых, если вам VPN действительно нужен для работы, вы им пользуетесь, то пользуйтесь хорошими, нормальными, платными, коммерческими VPN. Почему? Потому что вы же понимаете, бесплатный сыр только в мышеловке. Почему, например, социальные сети получают наши персональные данные? Потому что мы же не платим за пользование социальных сетей, нам нужно давать что-то в обмен. Вот мы даем наши персональные данные, в основном данные о нашем поведении в интернете и в социальных сетях. И таким образом у нас есть обмен, потом социальные сети продают рекламу, которая основана на этих данных, и таким образом зарабатывают. Им же надо на что-то жить. Вот также, если мы с вами пользуемся бесплатными, например, сервисами VPN, вы же понимаете, что они как-то, где-то они должны брать деньги. Где они будут брать деньги? В конечном итоге они продадут вашу информацию. Многие используют VPN для анонимности. Меня анонимность, например, не так сильно интересует VPN, меня интересует просто физическая возможность получить куда-то доступ. Но бесплатные VPN, соответственно, где-то им нужно отбрать деньги, и в конечном итоге ваша информация попадет как минимум каким-то рекламодателям, которые будут использовать в рекламных целях, а как максимум может попасть и хакерам в руки. Так что остерегайтесь бесплатных, бесплатный сыр только в мышеловке. Следующая классная новость про новый российский продукт. Это приложение для айфона. Я не знаю, если оно для андроида, но для айфона оно точно есть. Называется приложением Аватарифай. Значит, идея этого приложения такая, немножко пугающая на самом деле. То есть вы можете взять снимок человека, определенным образом его обработать в этом приложении, и потом использовать его в реальном времени. То есть, другими словами, я могу взять фотографию, ну, кого, ну, например, не знаю, Джеффа Безоса, например, он мне нравится, основатель Amazon, взять хорошую фотографию Джеффа Безоса, обработать в этом приложении, а потом просто записывать видео от лица Джеффа Безоса. Или даже участвовать в каких-то онлайн-тусовках через Zoom, представляя себя в виде Джеффа Безоса. Очень забавно, бесплатная версия дает, естественно, ограниченные возможности, добавляет логотип на это видео свой, плюс имеет ограничения по времени. Платная версия таких ограничений не имеет, так что мы скоро увидим, я так понимаю, что скоро я буду открывать Zoom, и увижу там и Элона Маска, и Джеффа Безоса, и кого угодно, и Леди Гагу, и вообще любых кумиров. У меня, естественно, возникает вопрос, как мы в конечном итоге будем идентифицировать друг друга, но пока у меня нет ответа на этот вопрос. В общем, некоторые вещи, это забавно, это интересно, но некоторые вещи пугают. Я уже подумал, возможно, это можно использовать, женщинам должно полюбиться, сделала красивую какую-то студийную фотографию, наложила, а потом, в общем-то, можно не заморачиваться по поводу макияжа, и генерируешь свой самый лучший официальный лук. Да, еще можно пролистывать. Это у меня официальный лук, это я в пижамке, это у меня неофициальный лук, это у меня кэжуал лук, это и так далее, и представлять себя в самом разном виде. Ну, как минимум, довольно забавно. Подумайте, может, это как-то может пригодиться для вашего бизнеса. Следующая новость от Яндекс.Маркета. Яндекс.Маркет ввел новую услугу. Они начали продавать свежие продукты с доставкой за 1-2 часа на своем маркетплейсе. Ну, если вы заказываете меньше, чем на 2 тысячи рублей, вы платите около 200 рублей доставки. Если больше, то доставка бесплатная. В общем, естественно, они работают как маркетплейс, они работают с местными поставщиками, с местными производителями. Сами особо ничего там, естественно, не доставляют. Но идея, на самом деле, хорошая. Иногда у меня, например, нет времени. Смотришь, яйца закончились в холодильнике. Надо купить. Клац-клац. Раз, яйца привезли, еще что-нибудь. Нормально. В общем, если вы имеете отношение какое-то к рынку, к ритейлу продуктовому, обратите на это внимание. Новая возможность. Вы знаете, когда пандемия началась, мы все пересели на Zoom, все стали зумиться. Zoom стал бешено популярным. Я помню, как при этом он же там и даже он имеет бесплатный сервис. Но мы пользуемся у себя в компании всегда платными, потому что там нет ограничений. Там можно хранить все записи видео, которые нам нужны для работы, когда мы внутри устраиваем какие-то мозговые штурмы, координации и так далее. И вот когда появилось огромное количество бесплатных пользователей Zoom, возник, естественно, вопрос, на чем они зарабатывают. Так вот, могу вам сказать, их стратегия сработала. Zoom отчитался за четвертый квартал 2020 года. Выручка компании выросла в 4 раза. С 188 миллионов долларов до 882 миллионов долларов. То есть, они подходят к миллиарду выручки за четвертый квартал. Ничего себе. Чистая прибыль Zoom составила 260 миллионов. За аналогичный период 2019 года компания получила 15. То есть, обрати внимание, в 2015 году, с 2015 года выручка компании, вернее, чистая прибыль компании выросла в 20 раз. То есть, стратегия Zoom оказалась очень и очень успешной. Несмотря на то, как они раздают огромное количество бесплатных пользователей, тем не менее, многие платят. И в масштабах с миллионами пользователей вот такой вот. Ну, естественно, у них увеличились выплаты по акциям и все такое. Те, кто успел купить когда-то акции Zoom за недорого, молодцы, сейчас получают по ним дивиденды. Следующая новость еще более интересная. Потому что она касается практически каждого бизнеса. Появился сервис в России, который позволяет сделать подарочные карты и положить их прямо в кошелек смартфона. Я думаю, что вас тоже высаживала эта ситуация, когда есть всякие подарочные карты, бонусные накопительные карты каких-то бизнесов, компаний. По этому поводу очень много хохм, когда человек там открывает чуть ли не рюкзак с такими картами. И я, честно говоря, их даже не ношу с собой, потому что их, ну, как же у каждого магазина есть какие-то свои карты. Если носить с собой, то есть просто все карманы порвутся. Или надо рюкзак действительно с собой носить. Я им особо не пользовался. И мне всегда это бесило. Ну, почему, если я могу к своей кредитной карте спокойно положить в смартфон и пользоваться Apple Pay, рассчитываться своими счетами из любого банка, с любой кредитной системы, то почему я не могу это сделать с подарочными картами? И вот, тарарарам, поздравляю, наконец у нас появился такой сервис. Он доступен в России. Называется он Best2Pay. Best2Pay, если писать буквами. Благодаря этому сервису каждая компания может создать свою подарочную карту, там, бонусную какую-то специальную карту. И эта карта будет привязываться к кошелькам смартфонов. То есть, это Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. И точно так же работа через обычные терминалы. Это очень круто. Причем они предусмотрели версию и для маленького бизнеса. А при этом карточка, естественно, есть ограниченные возможности. Вы не можете сделать ее особенно красивой и так далее. Но она, по крайней мере, будет работать. И, по крайней мере, этим, наконец, начнут пользоваться. Так что, если вас интересуют вот такие взаимодействия с вашими покупателями, когда у вас подарочные карточки, сертификаты и так далее используются. Плюс прикол в том, что вам не надо даже в бумажном виде эти карточки или в пластиковом выпускать. Вы можете сэкономить целую кучу денег. Достаточно отдать человеку QR-код, то есть, напечатать на бумаге с QR-кодом или передать ему через SMS-ку, передать как угодно можно передавать эти карты. Он просто вставляет их в свой электронный кошелек в Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. И все, они их, на самом деле, начнут использовать. А вы получите необходимую, обычно, в ритейле вам информацию о поведении потребителя, что, как он покупает и так далее. Здорово, что это появилось. Я жду, не наждусь, пока все компании, с которыми... Карточки, которые все-таки приходится с собой таскать в кармане, они смогут поместиться в электронный кошелек. Здорово. Итак, этот сервис называется Best2Pay. Я думаю, в ближайшее время в Усовский консалтинг должна появиться такая карточка. Следующая новость. Предпоследняя на сегодня. Компания Microsoft представила среду, которая называется Mesh. Это платформа для общения и работы в смешанной реальности. Речь идет о том, что мы с вами встречаемся. Я делаю лайфы каждую неделю. Во вторник в 8 часов вечера по Москве выхожу в эфир, отвечая на вопросы подписчиков вживую. И представьте себе, что такие встречи проходят в виртуальной реальности. Пока что там можно пользоваться только анимированными аватарами. То есть, там будет какой-то анимированный Высоцкий. Но он может общаться прямо как в реальной комнате со всеми друзьями, слушателями, коллегами и так далее. А со временем они собираются добавить в эту среду, кроме того, еще галлопроекцию. То есть, реалистичное изображение самого человека. Вот то, что мы с вами видели в фантастических фильмах. Такое виртуальное присутствие нескольких людей в одной комнате. Все это становится реальностью благодаря Mesh. То есть, если вы развиваете какие-то сервисы в этом направлении, обратите внимание на эту платформу. Сегодня она работает практически с любыми гаджетами, с любыми очками виртуальной реальности, шлемами виртуальной реальности и так далее. То есть, появляются новые методы взаимодействия. Высоцкий консалтинг довольно передовая компания с точки зрения технологий. Но мы пока еще это не освоили. Но у меня прямо уже руки чешутся что-то с этим делать. Попробовать устраивать какие-то, как минимум, наши корпоративные встречи, совещания, тусовки виртуальной реальности. И просто, чтобы почувствовать, как это работает, что это дает с точки зрения взаимодействия. Командного духа, качества общения и так далее. Ну и последняя новость на сегодняшний день. Китайцы наступают. Алиэкспресс запустит сеть постаматов вместе с Почтой России, пункты выдачи заказов в отделениях. То есть, Алиэкспресс решил стать ближе. Я так понимаю, что для них русскоговорящий рынок – это огромный рынок. И они решили стать намного ближе. Они заключили соглашение с Почтой России и будут совместно развивать логистику. Соглашение действует до 2025 года. Они собираются запустить 16 фулфилмент-центров и большую сеть ко-брендинговых постаматов. То есть, вы будете приходить на Почту России, а там будет стоять большой постамат Алиэкспресс. Если вам пришло, вы что-то заказали на Алиэкспресс, в этом постамате это можно будет забрать. Значит, собирается на базе почтовых отделений, а в России вообще 42 тысячи почтовых отделений. То есть, такая неслабая, на самом деле, сеть распространения для Алиэкспресс. Так что для кого-то это, конечно, дополнительная конкуренция для отечественной онлайн-торговли. А тем не менее, Алиэкспресс идет большими шагами. Почта России, кстати, проинвестирует в это около 12 миллиардов рублей. Алиэкспресс отказался сообщить о том, сколько они проинвестируют. Я думаю, что это далеко превышает 12 миллиардов рублей. Я думаю, что это миллиарды, миллиарды, миллиарды. Так что трепещите, игроки онлайн-торговли. Идет Алиэкспресс, и он идет в каждое почтовое отделение России. Время, конечно, есть, но тем не менее, он придет. Вот это магия больших компаний, которые обладают колоссальными финансовыми средствами. Сейчас на Алиэкспресс России есть 35 тысяч локальных продавцов. И на них приходится 25% оборота платформы. На них приходится 25% оборота платформы. То есть, это огромный рынок. Неудивительно, что Алиэкспресс идет в Россию. Итак, еще раз хотел сказать, что ссылочки на вот эти публикации есть в описании к этому видео. Если вам вообще интересно то, что я рассказывал, не забывайте. Лайкайте это видео, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, которые выходят на канале. И еще хотел сказать, что у меня на канале, канал называется Александр Высоцкий на YouTube, и у меня на канале очень много видео, которые помогают руководителям, предпринимателям в разных вполне жизненных ситуациях. Увольнение, найм, как решить проблемы с этим и с тем, как развиваться, управлять финансами и так далее. В общем, если вас что-то интересует, посмотрите видео на этом канале, и наверняка вы найдете там ответ. Ну и не забывайте, каждый вторник я отвечаю на ваши вопросы, так что присылайте ваши вопросы. С вами был Александр Высоцкий, и до встречи.